Здравствуйте! В эфире программа «Тема». Меня зовут Татьяна Попова. 3 октября отмечается Международный день врача, поэтому сомнений о том, кого именно, сегодня позвать в гости в нашу студию, не было. Рады, что он согласился. Итак, я приветствую Рината Гатаулина, главного врача города Лобот-Нанги. Здравствуйте, Ринат Абдулович. Ну, в первую очередь, позвольте поздравить вас с профессиональным праздником. Скажите, а вот в вашем коллективе День врача отмечают, принимаете поздравления, может быть, подарки дарите друг другу? Добрый день. День врача, конечно же, он, я бы не сказал, что отмечается, он приветствуется. Мы поздравляем друг друга с данным праздником, но в целом, наверное, в Российской Федерации, не только у нас в коллективе, все-таки больше отмечается День медицинского работника. Это тот праздник, к которому привыкло все медицинское сообщество. И, наверное, он, так скажем, больше воспринимается и медицинскими работниками, потому что все-таки День врача – это только, так скажем, праздник врачей. А День медицинского работника касается всех, кто работает в учреждениях здравоохранения. Здесь и младшие медицинские работники, и средние медицинские работники, и врачи. Он такой более общий праздник, поэтому он отмечается, да, так скажем, более широко. И все торжественные мероприятия связаны больше с данным праздником. Хотела уточнить, вот все-таки действительно в День медработника там и медсестер поздравляют, и даже, наверное, санитарочек. Но здесь все-таки такой более статусный день у врача. Вот нет у докторов, скажем, вот этого пафоса, что хочется и свой личный день? Ну, я бы так не сказал, что есть какой-то пафос у докторов. То есть есть Международный день, их таких дней много профессиональных. Поэтому я бы не сказал, что он как-то с помпой отмечается. Это просто обычный день трудовых будней, то есть первый понедельник, октября. Ну, есть поздравления коллег, друг друга поздравляем. Ну, так, чтобы это где-то торжественно отмечалось, такого нет. Ну, кстати, всегда хотелось спросить, а вы сами врач какой специализации? Сам я по специальности врач-хирург. То есть практически 12 лет отработал врачом-хирургом. То есть это включая интернатуру и работу в Салихарской окружной больнице. Сейчас не скучаете по практической работе? Вы знаете, честно сказать, что вот так вот, что скучаю, я бы не сказал. То есть скучать, честно говоря, и некогда, потому что объем работы значительный, коллектив большой. Ну, вы нашли себя, скажем так, да, вот в этой области. Работу все равно кто-то должен этим заниматься, скажем так. Ну, кто-то должен действительно заниматься. И попросили, назначили, так вот случилось. То есть если надо, то значит надо, работаем. Ну, так случилось, что сегодня под вашим руководством работает один из самых больших в городе коллективов. Около 800 человек трудятся под вашим началом. А вот если говорить именно о врачах, сколько их из общего количества? Это полный штат сегодня? Есть ли нужда в каких-то, может быть, отдельных специалистах? Вот давайте немного все-таки о врачах поговорим. Ну, сразу скажем, что, наверное, и ранее этот коллектив был одним из самых крупных в городе. Это не так, что случилось при мне. Вот такой коллектив стал большим. На сегодняшний день у нас трудится 113 врачей в коллективе. Но в среднем, вот так, если посмотреть статистику, в больнице было от 105 до 113, 112 врачей ежегодно. Но это связано с динамическими процессами. То есть кто-то приходит на работу, кто-то увольняется. Поэтому вот на сегодня цифра 113. 113 достаточно, чтобы, ну, скажем, спасать все население города, держать в тонусе здоровье лабытнанцев? Или есть, ну, недоимка, скажем, в какой-то из областей врачебных? Ну, в принципе, укомплектованность врачами у нас достаточно высокая. Если даже сравнить с многими лечебными учреждениями округа, то там она даже ниже. То есть вот последнее, наверное, уже в средствах массовой информации, информацию вы смотрели. Это в городе Губкинском, допустим, два врача-педиатра. Город такой же, как город Лабытнанге, фактически, по численности населения. И детского населения там даже больше. Поэтому проблемы, они с медицинскими работниками присутствуют. Присутствуют они также и у нас. То есть у нас были проблемы с укомплектованием штата врачей, анестезиологов, реаниматологов. На сегодняшний день, так скажем, мы провели работу, привлекли специалистов. На сегодняшний день еще у нас должен один доктор приехать, устроиться, трудоустроиться, и мы будем укомплектованы. Есть проблемы с врачами участковой службы. Это терапевты участковые, это педиатры участковые. Но также приезжают люди. Вот доктор-педиатр у нас совершенно недавно приехал, проходит медицинский осмотр, сейчас будет трудоустроено. То есть мы эти проблемы пытаемся решить. В целом, для обслуживания населения города Лубытнанги, в принципе, я считаю, что это неплохая комплектовность. Я думаю, она хорошая, укомплектована специалистами. На сегодняшний день мы практически всю медицинскую помощь оказываем. Конечно, случаются такие моменты, когда кто-то из врачей внезапно уволился. Допустим, у нас офтальмолог, доктор, приехав из отпуска, сказал, я увольняюсь и уехал. То мы, конечно же, как бы вот это вышибает, так скажем, из кольи. Другое дело, когда многие специалисты заранее предупреждают, что вот я планирую там на пенсию, я планирую выехать за пределы округа по каким-либо причинам. То здесь мы уже пытаемся заранее искать специалистов. Но не всегда так получается. Получается, иногда мы привлекаем специалистов, они приезжают, их не устраивают. Допустим, может быть, инфраструктура города, вот такие жалобы были, не устраивает. Условия жизни что-то еще там не устраивает. Заработная плата, кто-то рассчитывает гораздо на большую заработную плату, потому что думает, что если это район Крайнего Севера, то и, соответственно, заработная плата здесь должна быть более высокой. Хотя по факту она не та, на которую они рассчитывают. Поэтому... Ну, кстати говоря, вот вы как главный врач пожелали бы своим сотрудникам большей зарплаты. Вы считаете, что сегодня врачи, ну, скажем, недооценены немножко? Я бы так не сказал, что врачи недооценены. То есть на сегодняшний день те преобразования, которые идут в сфере здравоохранения, те системы оплаты труда, которые у нас выстраиваются, и система, да, вот эта систематизация идет, она все-таки направлена на то, чтобы человек, то есть работник, сотрудник здравоохранения, не только врач, я говорю полностью про коллектив, его заработная плата соответствовала выполненной работе. То есть есть стимулирующие надбавки, они составляют около 40% от суммы заработной платы. Поэтому все эти, как бы, указы президента, они известные майские, они исполняются в учреждении, заработная плата соответствует дорожной карте. То есть это понятно, что мы на сегодняшний день говорим о средней заработной плате, та, которая прописана в дорожной карте, это и по врачам, и по средним медицинским работникам. Но эти показатели дорожной карты мы исполняем. И, в принципе, ведь и врачи уже видят, то есть если посмотреть заработную плату, какая была три года назад, и та, которая имеется на сегодняшний день, она, в принципе, достаточная. Ведь надо сказать и отдать должное, наверное, все-таки нашим руководителям, что сфера здравоохранения, впрочем, как, наверное, и вся социальная сфера пережила вот этот кризисный период, я так считаю, что, по сути, без кризиса мы с вами не потеряли ни в заработной плате. Не сильно вас трясло, скажем так. Ну, я так сказал бы, что вот если общаясь с коллегами, которые работают вне сферы здравоохранения, то есть были и сокращения, и снижения заработной платы, то в сфере здравоохранения фактически такого нет. И все-таки, если говорить о нашей лабутнанской больнице, вот несколько слов из сферы кризиса, они таки пришли в больницу, это вот реорганизация, оптимизация. Мы так последние годы очень часто сталкиваемся с этими терминами, и вот в этом году как раз, ну, такие серьезные преобразования. Что случились в лабутнанской больнице, чем они были вызваны, и в чем конкретно заключались, то есть как изменилось ваше учреждение изнутри? Вот даже мне вот сейчас в нашей беседе поражает ваша фраза, да, что вот эти кризисные моменты, они коснулись и нашего лечебного учреждения. Ну, может быть, они у меня просто ассоциируются, вот эти слова именно с кризисными явлениями. Ну, я понимаю, что вот то, что вы произнесли, оно, наверное, у многих так и ассоциируется, как кризисное явление. Давайте мы сразу отметим, что все-таки, как я уже сказал, что кризис мы пережили с вами достаточно спокойно. Я думаю, что мы его пережили очень спокойно. У нас сокращения не было ничего, но повторяться не буду. А то, что происходило в этом году, и то, что вызывало такую бурную общественную реакцию, это то, что уже произошло практически во всех регионах России, начиная с 2010 года. То есть к нам эти процессы пришли вот только в 2016 году. До этого у нас таких вот, скажем, глобальных изменений в сфере здравоохранения не было. Но все понимали уже давным-давно, что это должно произойти. Это не может же быть так, что вот в Москве, там, в других регионах, я уж не буду перечислять, происходит, а у нас ничего нет. То есть все понимали, все осознавали, по крайней мере, медицинское сообщество, я думаю, да и не только медицинское сообщество. У нас люди в регионе проживают достаточно мобильные, то есть финансовые средства позволяют. То есть у нас, мы как щупальца-осминога, наверное, по всей стране, да, разъезжаемся. Поэтому все видят происходящее, что творится. Даже с коллегами-врачами я общаюсь, они говорят, что вот я работал в такой-то больнице, а теперь там уже и не больница. Приезжают пациенты, они говорят, вот мы там жили в Омской области, у нас там была вот такая больница, а вот теперь там уже только ФАП. Поэтому было ясно, да, но единственное, что когда это касается уже, так скажем, вашего учреждения, где это происходит, вашего учреждения, где вы лечитесь, то тогда, конечно, реакция уже другая. Я не против этой реакции, я думаю, что это нормально, когда есть какие-то реакции общества на происходящее. То есть люди как-то участвуют в жизни, и они все-таки думают. Единственное, что, может быть, не всегда они воспринимают разъяснения, те, которые, так скажем, мы пытаемся донести. То, что произошло в этом году, так, термины можно подобрать различные, оптимизация, реструктуризация, то есть это то, что и должно было произойти. Для этого есть объективные основания. Какие объективные основания, если мы вот так вот зададим себе вопрос. То есть мы понимаем, что у нас есть программа госгарантий, постановление правительства, которое регламентирует количество коек, допустим, на данную численность населения. Количество амбулаторных посещений, допустим, сколько пациентов должны обратиться в год в наше учреждение. Там есть нормативы. На сегодняшний день, я вот таблички взял, если их посмотреть, то у нас работа койки, она ниже, допустим, чем та, которая рекомендуется 320-330 дней в году. То есть койка должна не просто быть, должна быть в учреждении, стоять там в палате, да, и кого-то ждать. Она должна работать 320 дней в году, на ней должен находиться пациент. То есть он должен получать лечение, а не просто находиться. У нас эти показатели были несколько ниже. Чтобы как-то оптимизировать данные показатели, необходимо сократить количество коек. Точно так же у нас, допустим, дневные стационары, раньше их было значительно меньше коек дневного стационара на сегодняшний день. С 1 сентября у нас это количество коек увеличивается. Я вот взял с собой табличку, могу даже показать. То есть мы когда встречались ранее с журналистами, с жителями, иногда некоторым показывал. То есть процесс оптимизации, они у нас, так вот скажем, не вот как снег на голову, да, свалился. Эти процессы также идут планово. То есть если в 2001 году у нас было в учреждении 320 коек круглосуточного стационара, то на сегодняшний 203. То есть практически с 2001 года у нас постепенно происходило урезание коек круглосуточного пребывания. Просто когда пирог большой и ты кусочек взял, то это не сильно заметно. Когда пирог становится меньше, отрезал такой же кусочек, то это более значимо. И поэтому население отреагировало. Но в целом, я думаю, тут, наверное, не столько реакция населения, сколько, наверное, все-таки, я бы, наверное, даже сказал, некорректное поведение и медицинских работников. То есть даже медицинские работники не совсем понимают и не хотят понимать и воспринимать вот эту суть перестройки, реорганизации здравоохранения. И каких-то аргументированных таких вот, так скажем, точек зрения их нету, да. То есть люди просто вот закрыли плохо. А почему закрыли? Никто не собирается вникать и как-то вот это дело понять. Правильно я понимаю, что мы, скажем так, не отодвинули пациентов вот в коридор, ждите своей очереди на койко-место. А с течением времени стало понятно, что то количество мест, которое есть, оно не востребовано и вполне хватит на потребность вот то, что оставили. Ну, совершенно верно, вы сказали. Никто не пытается отодвинуть пациентов, забыть и ограничить им доступность. То есть у нас одна из целей здравоохранения и задач – это обеспечение доступной медицинской помощи. Конечно же, в наших задачах, безусловно, это прежде, самая первая задача – это лечение пациента, оказание своевременной медицинской помощи. Аргументы я вам уже объяснил. То есть цели те же самые, задачи те же самые, кое-как стало меньше, но должны пролечить всех. Об этом говорит статистика. Вы сказали о том, что реакция коллектива была неоднозначной. Ну, наверное, это ведь предсказуемо. Не зря в России есть такая поговорка «Не дай Бог жить в эпоху перемен». То есть мы все панически и категорически боимся перемен. Вот это с течением времени понимание в итоге приходит. Удалось разъяснить или на практике, скажем, стало ли это понятно уже людям, что, в принципе, ничего страшного не случилось? Ну, наверное, я так четко так вот не буду говорить, что да, вот все поняли, все хорошо. Да нет, я думаю, в любой, так скажем, популяции есть те, кто понял, кто согласился, кто не понял, и те, кто остались также противниками данной перестройки. Но в целом понимание, в целом оно появляется. То есть когда даже приглашаешь докторов и поясняешь, вот работа вашей, койки в вашем отделении, вот ваша оперативная активность, вот вы должны сделать столько операций у вас, вот столько операций получается, то люди начинают понимать. То есть здесь не руководитель, вот я всегда своим коллегам говорю, что я не могу сделать всего и сохранить все ваши коечные фонды, всю вашу штатную структуру, которую бы вы желали и хотели. Вы должны доказать это своей работой. Вот когда у нас будет, допустим, показатель, что вот на операцию в город Лабутнанги пациенты попасть не могут, потому что они хотят приехать из других населенных пунктов, допустим, сельских территорий, Ширышкарского, Ямальского районов, из города Салихарда пациенты вдруг захотели приехать. Тогда да, это будет обоснование. А когда нету козыря в рукаве, что называется, то тогда о чем может быть и речь. Но мы поняли, что пациенты города Лабутнанги в связи с реструктуризацией, извиняюсь, очень сложное слово, не потеряли ничего. А вот медперсонал все-таки, насколько они остались в этой ситуации защищенными, были ли в этом случае, скажем, увольнения, сокращения, или для всех нашлась работа в итоге? Ну, никого не сократили, никого не уволили, все трудоустроены, в принципе, продолжают работу по своей специальности. Кого это могло только в большей степени коснуться, это руководители заведующих тех структурных подразделений, которые были сокращены. То есть это травматологическое отделение и гинекологическое отделение. Понятно, что зарплата заведующего отделением выше, чем просто зарплата врача. То есть здесь, да, сказалось, но в целом как бы все пытаемся сохранить, простимулировать. Некоторый итог подведу. То есть все-таки суть вот этих перемен сводилась к тому, что названия отделений ушли из нашей жизни, потому что они были, скажем, объединены в одни какие-то более крупные. Сколько таких отделений у нас, вот вы сказали, гинекология и травматология теперь в составе? Они в структуре хирургического отделения. Это не значит, что таких больных у нас не будут лечить в городе? Это не значит, что мы не сможем им оказывать помощь или будем их куда-либо направлять. Они будут также находиться в хирургическом отделении, только будет профиль травматологическая койка, гинекологическая койка. Сегодня процесс реорганизации уже завершен окончательно или предстоит еще что-то сделать? Я вот уже фактически вам говорю, у нас практически реорганизация, оптимизация с 2001 года. То есть где-то коечный фонд изменяется, штатная структура. Но вот незаметно было. Теперь это стало более заметно, потому что пирог стал меньше, как я сказал, условно. Что будет дальше, сказать сложно. На сегодняшний день мы же понимаем, что это процесс динамический, то есть он не стоит на месте. Если сделали вот так, у нас собирается статистика, годовая отчетность. Мы защищаем свою структуру, штатное расписание, финансовую составляющую, так скажем, определяем, плановую. Все это в департаменте здравоохранения также обсуждается и также контролируется и мониторится. Если по результатам, допустим, работы мы будем видеть, что у нас каких-то коек не достает, вот, как я уже объяснил, к нам поехали пациент, у нас выросла оперативная активность, то тогда, да, никто же не запрещает поставить вопрос об увеличении численности коек, или вновь, допустим, создать отделение. Этого никто не запрещает. Но на сегодня те показатели работы, которые есть, они вот приводят к такой схеме. И вот еще хотелось бы что отметить. Мы очень часто рассматриваем все процессы, да, которые происходят, допустим, в здравоохранении, с точки зрения врача, с точки зрения медицинской сестры, санитарочки, которая работает в данном отделении. Но я вот, или там жители, допустим, рассматривают с точки зрения пациента, вот плохо, да, я теперь туда не попаду. Но вот я для себя тоже, как бы, я это тоже воспринимал изначально, так скажем, не с криками «Ура», сейчас я тут все поправлю, да, это понятно, что это и большая работа, и все понимали, что это будут конфликты, это будут недопонимания, это какие-то жалобы будут. Все это мы так и пережили, все это, ну, это жизненный цикл, так скажем, жизненный процесс. Но вот я предлагаю-то все-таки взглянуть на точку зрения, с точки, так скажем, с позиции налогоплательщика, или как будущего пациента, да, все мы там, возраст у нас прибывает, и заболевания точно тоже появляются, да. Поэтому хотелось бы обратить внимание вообще в целом всех, да, не только вот сотрудников или пациентов, а вообще жителей, даже, может быть, кто-то и не ходит в обыкновенскую больницу, что ведь это связано не с тем, что сделать кому-то плохо, а это связано с тем, чтобы найти финансовые средства для оказания медицинской помощи, но только более высокотехнологичной. Ведь если посмотреть на динамику происходящего, так скажем, за последние годы, мы видим, насколько у нас выросли объемы оказания высокотехнологичной медицинской помощи. Это даже я не буду перечислять, это в средствах массовой информации постоянно об этом говорится, и, думаю, люди видят. То есть, допустим, попасть в институт Бакулева 10 лет назад, чтобы выполнили операцию на сердце, но это было, наверное, как-то на грани фантастики. На сегодняшний день простые люди, простые жители, обыкновенные пациенты могут попасть в Бакулевский центр. Может быть, это не тот объем, который желаемый, но все равно люди туда попадают. Если раньше для кого-то протезирование сустава, это было, так скажем, даже 10 лет назад, это было диковинка, на сегодняшний день у нас в городе есть пациенты, у которых два протезированных сустава. Есть масса пациентов, которые собрались ехать уже на операцию, чтобы протезировать второй сустав. То есть, пример очень прост, он показательный при заболеваниях, допустим, артрозах тазобедренных суставов. То есть, раньше эти пациенты могли 3-4 раза в году находиться в лечебном учреждении, по месяцу лечиться. Вроде пока человек лежит, эффект есть, вышел за порог больницы, чуть больше походил, опять заболел, опять с тем же туда. Протезирование, оно сейчас смещается к тому, чтобы к более ранним срокам, то есть, теперь не ждут, когда наступит анкилоз или что-то. Эту проблему решают, человек получает хорошее качество жизни, он получает качественную, высокотехнологичную медицинскую помощь, то есть, ему протезировали сустав, у него совершенно иное качество жизни. Мы все-таки, подводя черту, скажем, что это рачительное отношение к нашим финансам и к нашим возможностям. Я так думаю, что это рачительная забота о нашем здоровье, даже не столько к нашим финансам это имеет отношение, потому что надо заметить, что эта вся медицинская помощь оказывается бесплатно. Главный врач так редко бывает у нас на телевидении, не хочется обо всем спросить, поэтому предлагаю тему реорганизации все-таки подытожить и закрыть. И вот хочу о чем еще задать вопрос. С начала этого года у нас идет в округе масштабная такая акция «Спасибо, доктор». Следите ли вы за ней? Может быть, подсчитываете, сколько благодарностей пришло в адрес вас, ваших коллег? Может быть, знаете, ну, скажем, лидеров народного голосования у Лабытнанской больницы? Ну, скажу сразу, что интрига должна сохраниться, то есть, итоги будут подводиться. Тем более, каждый участвует не только Лабытнанская больница, а все учреждения округа. Вся информация направляется в департамент здравоохранения, и поэтому там уже будут подводить итоги. Сказать, сколько там благодарностей было, я тут сейчас не смогу, потому что, тебе сказать, мы не считали, но их достаточное количество, цифры я эти с собой просто не брал. Но вас удивила эта активность пациентов? Или хотелось большего? Честно говоря, вот такой сильно высокой активности я не наблюдаю. То есть, в среднем где-то 3-4 благодарности в неделю имеется. Ну, если бы этих ящиков не стояло, вот устно слышали бы 3-4 благодарности в неделю? Или это все-таки простимулировало людей начинать выражать свои мысли и говорить доктору спасибо? Я думаю, что многие доктора, те, кто находится в практической медицине, те, кто работает с пациентами, слышат слова благодарности. Большинство пациентов, как правило, все-таки благодарны, даже уходя из учреждения, они обычно говорят спасибо, доктор. Здесь, конечно, это более, так скажем, графическое выражение благодарности. Может быть, не знаю, как-то это стимулирует людей все-таки заметить хорошее и показать это. Потому что, когда сказали спасибо просто и ушли, это знает доктор. А когда вот это вот написано, то это уже достояние. Скажите, а пациенты только благодарят или, может быть, высказывают вот за счет этой акции пожелания свои, может быть, критику какую-то конструктивную? Прислушиваетесь ли вы к этому мнению? Ну, вообще, скажем, что акция-то рассчитана на спасибо, доктор. Большинство там все-таки благодарностей. Но иногда некоторые закидывают просто на листочках бумажки, а нам бы хотелось вот так. Но основной вопрос, который мы там, так скажем, обнаруживаем, это все-таки очередность проблемы с очередью. Не хотелось бы сидеть в очереди к доктору? Не хотелось бы, да. Но на сегодняшний день вот эта проблема уже, я могу сказать, практически 20 лет в здравоохранении. Но она вот 20 лет эмусируется. Но, к сожалению, у нас нет той программы госгарантии. Не можем, так скажем, ряд докторов посадить, и кто-то из них должен сидеть свободным. Доктор должен работать все штатное расписание, количество врачебного персонала. То есть это все в соответствии с программой госгарантии также рассчитывается. Вообще, вы насколько критично оцениваете работу своего коллектива и докторов, в частности? И считаете ли вы, что медицина все еще нуждается и в России, и на Ямале, в частности, и в Лабутнангах? Но в каких-то серьезных преобразованиях я не говорю о сокращении коек и оптимизации отделений. А вообще, может быть, мы можем сказать о каких-то преобразованиях в более глобальных? Насколько критично? Ну, наверное, у меня должность такая, что я, наверное, самый критичный в данном учреждении. То есть это моя обязанность. Поэтому, к сожалению, мне приходится иногда не совсем приятные какие-то вопросы решать. Так скажем, может быть, для сотрудников учреждения здесь и дисциплинарное взыскание, и лишение премий и прочее. Мы уже не будем в это углубляться сегодня. Ну, а заглянуть внутрь, что называется, коллектива, увидеть проблему, это основная задача. А взгляд со стороны, когда мы его где-то в каких-то обращениях замечаем, это тоже весьма полезно. Ведь есть, конечно, необоснованные обращения, а ведь и есть, надо признать, что есть обоснованные. То есть есть и грубость, и хамство иногда со стороны медицинских работников. К сожалению, ничего не должно быть, но есть ведь... Но это единичные все-таки случаи, потому что я вот всегда привожу примеры на совещаниях, допустим. То есть даже взять, если Лабетнанскую поликлинику, это порядка 300 тысяч обращений. В год? В год. Это 300 тысяч эпизодов общения врача с пациентом. И вот на эти 300 тысяч обращений, допустим, у нас там возникает 20 жалоб, 30 в течение года. Я так считаю, если посчитать процент, то он говорит сам за себя, то есть насколько все-таки мы плохо работаем. Я думаю, что все люди, у всех бывают разные состояния. Многим докторам, конечно, не должны себе позволять какие-то отклонения от курса. Да, но к этому надо стремиться. То есть что бы ни было, но когда мы пришли на работу, мы должны быть в определенных рамках. А как вы считаете, а можно ли надеяться на то, что у нас поменяется отношение наших людей вообще к нашему здоровью? Потому что доктора очень часто нам говорят, что все-таки культура здорового отношения к себе, к своему здоровью, одна из самых низких в мире. И понятно, что мы все идем к доктору, наверное, в самый уже критический момент, когда, грубо говоря, все резать и назад пойти нет. Как вы считаете, возможно ли это поменять? Или это наш менталитет такой, что мы так и будем? Вы знаете, я очень часто вспоминаю фильм «Человек с бульвара Капуцинов». Вот когда-то мы его смотрели в детстве, да, и нам как бы рассказывали, ну, то есть я еще был тогда маленький, что это вестерн первый такой российский, да, было интересно, стреляют, дерутся. Но ведь фильм-то совсем не о том. То есть Алла Сурикова даже в те годы, далекие 90-е, хотела показать, что происходит с нами, с нашей жизнью, с нашей действительностью, да, и как нас легко можно увести... Склонить на ту или другую сторону, да. В плохую сторону, и как тяжело поставить на путь истинный. Поэтому ведь и здравоохранение, и отношение к здоровью, оно все-таки определяется временем. На сегодняшний день мы с вами видим, что у нас есть запрет о курении, закон вышел, да, и ведь результаты есть. Допустим, вот недавно буквально сидел, смотрел отзывы туристов, допустим, о поездках в Китай. Турист пишет, в Китае курят везде, в кафе, на улице, везде, везде пепельницы. Он уже отвык от этого, пишет москвич. И такие отзывы же ведь, они присутствуют. Мы сами уже ездим куда-либо отдыхать, и мы уже понимаем, что нам не нравится, когда курят. Особенно те, кто не курящий. Но при этом, я вот замечаю, у меня были товарищи, которые курили, теперь бросили курить. Теперь они еще больше борются с курением, чем я, не курящий. Потому что их отношение к табакокурению, оно иное, они более агрессивно к курящим относятся. Хотя я всегда говорю, посмотрите, вы же то же самое делали. Курили дома, когда были дети, курили в подъезде, курили около подъезда. А теперь, если, не дай бог, кто-то проходит рядом и курит, вы начинаете ругаться. Это правильно. Вот, но для этого надо время. Понимаете, у нас, наверное, все-таки, я вот смотрю на людей, которые, так скажем, 40-х, 50-х годов рождения. Ведь у них иное отношение к здоровью. То есть они раньше ползком, но на работу. Ну да, я об этом и знаю. Сейчас, то есть это наши родители, да. Сейчас отношение все-таки меняется, люди начинают заботиться. Но ведь опять это же роль средств массовой информации, я хочу сказать. Потому что даже выход любого врача, так скажем, на любое собрание, это гораздо более меньшая аудитория, чем средства массовой информации. Спасибо большое. Мы надеемся, что вот как в фильме «Человек-бульвара», с бульвара Капуцинов, ваша просветительская работа, она будет отражаться. А по вашим наблюдениям, кстати говоря, диспансеризация становится более популярным явлением у лабутнанцев? Я бы не сказал, что она становится более популярным. Все-таки мы еще не осознаем, для чего диспансеризация. Кроме понятия, как это очередь, не можем попасть, вот сложно. Причем иногда эти высказывания весьма гипертрофированы. То есть не такая очередь и не так сложно все это пройти и сдать. Я все-таки, ну сдать анализы там или пройти определенные обследования. Все-таки, я думаю, это вот опять же здесь наше отношение к здоровью. И мы должны там рассказать про всякие причины, не могу идти с работы, не могу попасть к специалисту. Но главное, чтобы не позаботиться о своем здоровье. Если бы мы относились к здоровью так, что надо сходить провериться, то в любом случае бы сделали и задержались на работе или что-то еще. Ну, будем надеяться все-таки, что вода камень точит, и мы постепенно приучим. Напоследок еще один вопрос о прививках. Сейчас сезон прививок от гриппа. Уже много лет мы получаем эти прививки бесплатно. И, наверное, ровно столько же времени не утихают споры о том, насколько это нужно, полезно, даже вредно. Вы сами прививаетесь, прививаете ли свою семью и советуете ли нашим телезрителям сделать эту прививку? Ну, так скажем, я все-таки вырос в советское время, да, и все те прививки, которые были прописаны в нацкалендаре, они все у меня сделаны. И, соответственно, когда приходит период ревакцинации или вакцинации, я также делаю все прививки. Точно так же у меня дети посещают дошкольные учреждения, теперь уже школьные учреждения города, и тоже проходят прививки. Поэтому здесь я вообще порой даже не понимаю некоторых родителей. То есть приходят родители, они примерно мои ровесники, да, то есть я понимаю, что они выросли в советское время, и все они были привиты без вопросов. То есть тогда вопросы не задавали. Сказано сделать прививку, сделали. И все вам рассказывали о первой прививке от ОСП, да? Теперь же у нас приходят родители, говорят, мы не будем делать, допустим, недавно вакцину АКДС. Я говорю, а почему? Ну, вот понимаете, это вот российская вакцина, вот мы хотели бы другую, там вот платную. Но, говорю, у нас нет вот импортных вакцин. Сами понимаете ситуацию уже. Хотите, можете приобрести и вакцинироваться. Говорю, только единственное, что мне непонятно, понимаете. Вот я говорю, вы примерно моя ровесница, там может быть чуть помоложе женщине. Вы также привиты теми вакцинами, но при этом, когда у вас появляется ребенок, вы начинаете рассуждать. А что это будет плохо? Я говорю, ну ведь эти прививки уже, так скажем, подтвердили свою эффективность многими десятками лет. Эти прививки мы уже испытали на себе, даже так скажем. Я говорю, вы хоть знаете кого-то, кто был с осложнением? Говорят, нет, не знаем. А почему решили, что плохо? А я прочитала в интернете. И понимаете, ведь я всегда говорю, что интернет, к сожалению, пока на сегодняшний день, это та страничка, на которой может написать кто угодно и что угодно. И ведь мы это видим и понимаем. Но при этом мы до сих пор продолжаем верить вот интернету, но не верить там, допустим, медицинской литературе. Ну, раньше так же все верили телевизору. Надо, скажем так, надо в обязательном порядке. И эта тема не должна подлежать обсуждению. То есть у нас есть закон, у нас есть приказы Минздрава, надо их исполнять. И тогда будем здоровы. Я думаю, здесь знаете, что подействует? Мы каждый год показываем, как коллектив лабутнанского телевидения прививается от гриппа. В следующий раз надо подснять это в больнице. Как делают прививку медсестрам, докторам. И тогда точно все поверят и не будут сомневаться. Пожалуйста, приходите. Вы можете провести день в прививочном кабинете, так скажем, рядом. Смотреть происходящее, увидеть входящих медицинских работников туда. Спасибо большое, Рената Абдулович, за то, что все-таки нашли время, пришли к нам сегодня. Я думаю, мы массу с вами полезных вещей сегодня с экрана сказали. Вот такую прививочку, спокойствие сделали. Горожанам, я надеюсь, что вы у нас в первый раз в программе темы, но не последний. Спасибо. Уважаемые телезрители, я напомню, что программу «Тема» можно посмотреть и в интернете. Адрес нашего сайта www.lbtdefistv.ru А на сегодня это все. Спасибо за внимание, всего доброго и до встречи на канале Лабутнанского телевидения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова